господин юнус добрый вечер рад вас видеть и буду рад слышать и тай вас дякую за запрошенные уважаемый дмитрий ильич это взаимно приветствую вас и всю нашу многоуважаемую историю и слава украине героем слава вы знаете как человек который обладает очень точным непредвзятым анализом я обращусь к вам сейчас со следующим вопросом ну близится вторая годовщина уже начала полномасштабного вторжения россии в украину и ситуация как будто замерла вот позиционная такая война без продвижения обеих сторон территориальных россия наносит удары дронами и ракетами украина наносит удары дронами и ракетами а что дальше ну если смотреть изначально на стратегию россии и на стратегию украины то есть изначально берем два года назад точка счета 24 февраля и на возможности той же россии и той же украины на самом начальном этапе война должна была закончиться победой россии и этот близ крик должен был удастся потому что эта стратегия которую они официально заявили наверняка заявляли это не просто там ура патриоты спецслужбы работали генштаб работал так сказать все институты были под подключены наверняка и вот они приняли вот такое стратегически неправильное как сегодня уже все понимают решение и в результате этого неправильного решения они вот стали заложниками сложности в реализации этой стратегии они по ходу этой войны стали менять эту стратегию на всякими тактическими изменениями и вот сегодня все понимают что главная цель в новой так скажем стратегии и в ее тактическом предварении жизнь это удержание попытка удержания то есть на все то что они захватили с 2014 года и то что они добавили после 24 февраля более того они даже насколько я вот могу предположить не вот по ощущениям они готовы и это проиграть и это то что было с 24 февраля имя оккупировано но ни в коем случае все то что они как заявили но для них очень важно сделать так что крым и так называемые днр и лнр в административных границах это было бы у них то есть это кое-что они готовы проиграть вы считаете не то что проиграть то есть вот так грубо говоря вот типа как тот же херсон да был он у них сейчас он шел они его переварили они его переварили а все то что у них с 2014 года и вот касательно вот эта тема именно донбасса и днр и лнр как они говорят вот они это готовы это для них с их точки зрения же слушаю этих пропагандистов я иногда ими желание такое мазохистская заходить проверять температуру в палате номер 6 и я захожу и регулярно вижу как у них вот именно главное то что они могут преподнести как победу то есть блиц крик они могут сказать это не было у них изначально рано или поздно все равно это произойдет но главная цель именно была вот в этом и сегодня они все силы бросают именно на это и поэтому вы видите как и как будто бы и страну они перевели на военные рельсы как будто вот и мобилизационные момента регулярно компенсируются и не только здесь так сказать заключенные здесь присутствует и вся страна и вроде бы у них этот механизм уже налаженный механизм налаженный механизм обхода санкций то есть по всем направлениям то есть страна переведена на военные рельсы на том уровне как это возможно было это сделать то есть опять же не на том уровне как это сделано было во времена того же советского союза потому что у советского союза возможности были в разы побольше но опять же также во времена советского союза тема советского вторжения в афганистан она замалчивалась потери там замалчивались как и людские потери так и все то что материально-техническом плане советский союз тогда терял и мы тогда подробности не знали как вот системно работал запад против советского союза мы просто потом увидели результат особенно во времена перестройки стройке, да, когда и железный занавес немножко убрался, и тогда стало понятно, в какую авантюру Советский Союз попал, и именно благодаря этой авантюре Запад и довел дело до логического конца, вот по этой тактике медленного удушения, да, тактика анаконды, как его специалисты называли. И эта же тактика применяется и сегодня, и поэтому все говорят, война в долгую. И Россия это так же понимает. Если их пропагандисты хотят преподнести, что тактика в долгую это выгодно России, это им так хотелось бы выдавать желаемое за действительное, потому что это было бы выгодно одной из сторон только тогда, когда у нее есть для этого достаточно материально-технических ресурсов. Подписка должна быть, и в первую очередь, военно-техническая. А учитывая все, сама Россия, перейдя полностью в три смены на военные рельсы, этого обеспечить не может, особенно в условиях этих санкций, даже если они обходят, но это эти санкции не дают полномасштабных таких возможностей для России, Иран, Северная Корея, это не тот уровень, и это не составляет той же конкуренции с тем же Рамштайн, даже несмотря на тот уровень поддержки Рамштайна и в первую очередь Соединенных Штатов Америки, который также не на том уровне, на котором нужно сегодня реально той же Украине, потому что если это хотя бы увеличилось бы в два раза, ровно настолько, сколько есть, война давно закончилась бы. Но опять же, эти возможности-то на Западе есть, а с этой стороны этих возможностей нет. Поэтому я вам хотел сначала объяснить российскую, так сказать, составляющую, вот этой тематике, а потом перейти российская статика, так сказать, и их цель, в чем их главная цель. И потому что исходя из этого, мы можем сказать, Россия эту войну не выиграла, и она ее уже больше выиграть не сможет. Теперь второй вопрос, Россия эту войну проиграла или проиграет. Вот ответ на этот вопрос нужно знать, да, в зависимости от того, кто что вкладывает в это понятие. Я вам объяснил, Россия как это преподнесет своему же обществу. Но если мы смотрим на изначально 24 февраля, однозначно Россия стратегически уже эту войну проиграла. Теперь что касается украинской составляющей. 24 февраля 2022 года у Украины не было системной поддержки Запада. Не было. Украина на том уровне, на котором она была, весь мир готовился к тому, что Украина падет, близ крик удастся. Этого не удалось. Это не удалось. Запад включился, медленно, но верно, и прошел 2022 год. И вот 2023 год, особенно его вторая половина, она наглядное свидетельство тому, что Запад и вот эта машина, вот это медленное удушение анаконды, вот это системный подход, чисто экономический, санкционный, при всей ее критичности, при всех этих возможностях обхода. Но это огромное влияние и огромное давление в долгосрочной перспективе, которая, как в Советском Союзе, в течение 10 лет это было. С 79 по 89 год это привело к политическому кризису. Поэтому здесь точно так же, да, этот процесс идет. И специалисты это ощущают. Просто в России пропаганда очень сильна, холодильник и телевизор воюют. Поэтому рано или поздно естественно холодильник победит. Просто сегодня они пока в процессе. И это поэтому, так сказать, особенно в авторитарном режиме это так сильно не бросается. Особенно, когда это 20 лет культивировалось. Вот эта истерия, вот этот националистический шум. Посмотрите, они сегодня уже на мастера Маргарита наезжают, хотя снова запретят. И так далее и тому подобное. Это нюансы, да. Чисто идеологический момент. Я хочу, чтобы мы-то выходцы, это американцы этих нюансов не знают, да. А люди выходцы из Советского Союза, они хорошо ловят такие, это как барометры, это как критерии того, что там. И раз это делается, вот такого типа наезда даже на мастера Маргарита, это говорит о том, что они идут буквально по краю. И они буквально каждый момент, вот, все уже тоньше, все тоньше и тоньше это происходит. Поэтому и в Советском Союзе так же было после 79-го года. Это не ощущалось. А потом, когда Андропов попытался это сделать, потом он ушел из жизни Черненко, а потом Горбачев не от хорошей жизни пришел к этой перестройке и не от хорошей жизни он в этом координировал все дела с тем же Западом. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской России. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. И теперь к украинской опять же возвращаюсь тематике. И после этого, когда Украина сама выстояла, отстояла свое государство, я имею ввиду в первую очередь политическую систему, Киев в первую очередь, власть в Киеве, банковую, Раду. То есть вот все то, что называется политическая власть. И это потом, естественно, Сумская, Киевская область, Черниговская область, потом успех в Харьковском направлении, успех на Херсонском направлении. И вот это пришло к статике. И статика между кем и кем? Между Украиной, которую серьезно не воспринимали ни в России, ни во всем мире с точки зрения военной сопротивляемости. И она сегодня в статике находится с армией, которая себя считает второй армией на планете. Там на самом деле и субъективно, и объективно можно анализировать эту тематику. Но то, что это большая география с людскими ресурсами, с огромными материально-техническими возможностями, которые в разы сильнее и выше по возможностям той же Украины. Но опять же, между ними сегодня статика в этой ситуации. И Украина уже несколько раз демонстрировала успех. Я повторяю. Харьковский успех, Херсонский успех, зерновая тематика. Черноморский успех. Зерновая тематика, да, то есть вот это я имею. Тема Черного моря, тоже переход Черноморского флота в тот же Новороссийский. То есть вот эти шантажи. И плюс за эти два года ни разу, ни разу не была нарушена подставка логистики западного оружия, которая находится на территории Украины. Она уже как-то приходит туда. И поэтому, когда это все раз за разом мы видим то, что не было в самом начале. А вот в разных таких главных моментах по направлению мы уже видим это движение. Просто это движение наверняка пришло сегодня какой-то статике. Статики с той стороны, потому что Россия на пределе, а Украина на пределе своих нынешних возможностей. Но это на предел какой? Потому что подпитка идет. А здесь подпитка не на том уровне. То есть если сравнить подпитку, ну как вам сказать, это бывает вот кран, здесь идет один кран со стороны России, а здесь 5-6 кранов таких, разных, по разным направлениям. И поэтому все понимают, что сегодня будет что-то готовиться, весеннее, летнее наступление. Конечно, Россия хочет за эту зимнюю кампанию где-то что-то двинуться. Это вполне вероятно может быть чуть-чуть вперед. Но Украина не планирует именно это идти чуть-чуть вперед. Потому что еще ни F-16 не заработали, еще нет в большом количестве ни Штормшедов, ни Атакамс, ни Таурус. Это все. А будут они? Таурус, Атакамс? 100% это однозначно. Потому что, во-первых, Штормшедовс, Атакамс уже у вас они есть. Что касается Атакамс и F-16, F-16 же не будет апельсина разбрасывать. Понимаете? Это же все системный подход. Поэтому на эту тему лучше пускай выступают специалисты. И вообще лучше, если это будут делать специалисты вашего генштаба. Они диванные эксперты, которые все сегодня на эту тему любят рассуждать. Потому что это очень закрытая информация. Поэтому я не люблю на эту тему спекулировать. Потому что я точно знаю, что за прошлый год, когда я говорил в 2022 году в конце, вы получите все номенклатурные наименования. Вы их получили. Просто теперь все для того, чтобы это... Это же не для того делать, чтобы это лежало бы где-то на складах. Это должно работать непосредственно на земле. Какие цели и задачи сегодня у вашего генштаба, согласованные со своими союзниками? Я не знаю. И вы не знаете. И весь украинский народ не знает. Это знает все 5-6 человек на планете. Часть из них на банковой находится, часть из них находится здесь в Вашингтоне. То есть это высшая рука. Даже все те, кто в Рамштайне принимают участие, они тоже этого не знают. Потому что прекрасно понимают, что там есть и засланные казачки, и может быть, и детская информация. Ну, я просто понимаю, что все то, что это есть, оно должно будет системно работать. А где оно может работать? Вот когда говорили о контрнаступлении. Вот то контрнаступление, плюс все то, что было задействовано в прошлом году, оно и привело к этой статике. Если бы его тогда не было бы, Россия, естественно, имела бы какой-то успех. Но Россию остановили. Все. Россия уже дальше вперед не пойдет. Она может вот какие-то деревушки брать и преподносить это как большую победу. Типа вот как Авдеевка, типа как там Бахмут. А в наступление на Киев повторное вы верите? Категорически не верю. Категорически не верю. Я не верю и на прямое лобовое столкновение между Россией и с каким-нибудь представителем НАТО. Это видно открытым текстом. Ни те этого не хотят. Потому что они понимают, что просто тогда не будет никаких вариантов у того же НАТО. И тогда мало не покажется. А так одно дело в долгую. А вот тут в Америке произойдут выборы. А вот что-то изменится. Поэтому этот год, этот год будет вот проходить вот в такой статической обстановке. Ну, я имею в начальный его период. Но ближе к весне, к лету и по мере того, как здесь политические страсти в Америке будут понятно, в каком они направлении идут. Особенно после марта месяца, когда произойдет решение Верховного Суда и четко будет понятно, участвует Трамп в выборах или не участвует. И тогда можно будет уже понимать, на что может пойти администрация Байдена, а на что она побоится идти в зависимости от того, кто будет в оппонентах. Ни Хейли или же будет тот же Дональд Трамп. Потому что эскалация... Она не выгодна президенту Байдуну в предвыборной кампании. Ни на российско-украинском треке, ни на ближневосточном треке, ни где-нибудь в Персидском заливе или где-нибудь еще. Проблему нужно загнать вовнутрь. Поэтому вот такая болезненная реакция. Посмотрите со стороны демократов. Они спокойно прореагировали. Как прореагировали республиканцы? Они полностью наезжают сегодня на администрацию. Потому что чем больше хаоса внутри страны, чем больше хаоса вне страны, тем труднее будет отвечать нынешняя администрация на все эти вызовы. Потому что всех собак повешут на нынешнюю администрацию. Это закон жанра. Кто сегодня руководит правительством, тот и отвечает за все, что происходит внутри страны и вне страны. Поэтому, насколько возможно, это будет делаться. Просто вы должны понимать, информационную повестку дня. Та, которая чересчур завязана на внутриполитических разборках США. А в реалии, в реалии, они совершенно могут не быть такими. В реалии, в моем понимании, это та динамика, которая наблюдается, ее уже не скрыть, как я имею в виду, в странах Евросоюза и, в первую очередь, в лидирующих странах Европы. А это, в первую очередь, та же Великобритания, та же Германия. Плюс некоторые другие представители, старой Европы и Франции в том числе. Вот. То есть, это все те, которые пришли в движение, как по теме военно-промышленного комплекса, кстати, это вместе с Соединенными Штатами Америки, и напоминаю, в прошлом году, когда прошло здесь саммит ВПК Украины и Соединенных Штатов Америки, как ВПК Европы, пусть начал работу, его вообще не было, они не занимались этим, потому что находились под зонтиком Соединенных Штатов Америки. И им казалось, что этого достаточно. Сегодня этого недостаточно. Никак не для них самих, так и не для того, чтобы сопротивляться или системно проводить эту операцию в долгую. И поэтому именно здесь и Украина очень сильно задействована, как совместное предприятие на территории Евросоюза, на приграничных территориях с Украиной, так и в самой Украине. Поэтому это вот то, что происходит, невидимо. И это вот тоже засекреченная информация. Ну просто, судя по тому, как они встречаются, судя по тому, как делают определенные заявления, иногда, как корова, говорю, птичка на хвосте что-нибудь принесет, иногда ты это начинаешь понимать, что движение, движение в сторону усиления позиции Евросоюза и отдельных каждых стран. Это Евросоюз как института, НАТО как института и отдельных стран, лидеров этой Европы, особенно Германии и Риша Сунака. И заметьте, как Риша Сунак к вам приехал, заключил определенный договор с вами по поводу гарантии безопасности. Я так понимаю, и Германия, и Франция будут двигаться в этом направлении. Это важно, вы считаете? Это очень важно, это, конечно, это очень важно. Просто ответственность Европы, старой Европы, в первую очередь, богатой Европы, она увеличивается. Они понимают, что нельзя становиться заложниками хитросплетения внутриполитической борьбы здесь, в Соединенных Штатах Америки. Здесь может быть Байден, здесь может быть Трамп, может быть Ники Хелли или там Энтони Влинки. Не должно быть такого, потому что Америка далеко находится, Америка может себе это позволить, а может целый год заниматься предвыборной кампанией, а это происходит географически близко к этим границам. Поэтому им обязательно, хотя бы по минимуму, нужно что-то делать. Поэтому именно они запустили, они же в 22-м году даже этим не заниматься не собирались. Они в начале 23-го года тихо-тихо стали двигаться, а сейчас как будто бы это превратилось уже в системный характер. Я так думаю, на протяжении всего 24-го года мы это увидим. Поэтому, резюмируя ответ на этот ваш вопрос, я могу сказать, что белые фигуры в этом противостоянии, конечно, у Украины и ее союзников. Ну, в первую очередь, у тех стран, которые сегодня находятся позади той же Украины. А Украина вместе с ними, она представляет собой единое целое. У черной фигуры, у России, у тех, кто поддерживает Россию. И насколько это может сегодня, это еще до Эншпиля далеко, но дебют уже разыгран, сейчас идет середина этого Метельшпиля. Давайте просто внимательно за этим следить. Я, во всяком случае, после той динамики, после той движухи, как говорят, которая началась в ключевых странах старой Европы, у меня намного-много позитива и оптимизма, несмотря на все то, что иногда, к сожалению, здесь приходится видеть Соединенный Штат Хамильди. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики Береги Кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Вы наверняка видели, изучали и читали, конечно же, публикацию Bloomberg о том, что Путин настойчиво посылает через своих парламентеров сигналы руководству Соединенных Штатов Америки о своей готовности к переговорам. Что пишет Bloomberg? Что Путин настаивает на том, чтобы территории, которые России удалось завоевать и оккупировать, остались за Россией, но он уже якобы не возражает против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Что вы думаете о том, что Путин так настойчиво призывает к переговорам с США, и что вы думаете о позициях Украины и России в данном вопросе? На что кто может пойти? Ну, я вам честно признаю, что для моей аналитики газета Washington Post, New York Times, Bloomberg, политика и все те, которые там проталкивают определенные нарративы, как различных политических сил здесь внутри США, в Европе это точно так же может быть, лоббирует кто-то интересы той же России, включая интересы той же Украины, иногда бывает и проукраинские, тоже это, это для меня не повод для аналитики. Вот так даже. Да, я это не повод, потому что это пропаганда, в чистом виде пропаганда, и проталкивают все те, кто в этом заинтересован. Потому что если нет названного источника, потому что официально-официально это должно быть сообщение Госдепартамента, Пентагона, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Салливан, сам Байден, то есть люди официальные, которые выходят, это говорят. Или же от их имени говорят, например, тот же Кирби, или же кто-нибудь из Госдепартамента. Тогда, да, ты понимаешь, это сделано официальное заявление. Более того, оно будет сделано достаточно обтекаемое, но за все годы моих контактов с этими структурами я понимаю, что так просто они обтекаемые не делают, они там дают конкретные, так сказать, связующие слова для тех же аналитиков, чтобы они понимали. Конечно, надо внимательно читать и разведку, надо читать внимательно и слушать вот тех людей, которые обличены, которых специально дают в эфир. Это бывшие отставники, послы, дипломаты высокого уровня, особенно те, которые работали на территории. Это бывшие представители структур НАТО, генералы, такие как Петреус, Ходжерс. То есть это люди, они информированы, они по роду службы, чтобы вы знали, они получают, до конца жизни будут получать определенное количество секретной информации. И, естественно, с ними также работают. И то, что не может сказать официальная какая-то структура, естественно, это делается устами вот такого типа доверенных людей. И вот тогда, когда ты их слушаешь, и тогда ты начинаешь понимать, вот откуда ноги растут. И когда ты сравниваешь все то, что мы слышим в Блумберге, там и там, и там, и там, ты понимаешь, особенно когда я знаю, что Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, это работает, и Голос Америки в настоящее время, это работает, и СНН, это все на демократов работает. Уолл-стрит-джорнал, там, факс-ньюс, это работает все на республиканцев. Поэтому и те врут, и эти врут. Они не могут сказать правду. Они могут там 80%, 90% правильные вещи говорить, понимаете? Ну, правильные вещи. А когда вот для чего, как проталкивать дезинформацию или какой-то нарратик? Ты говоришь 90%, даже 95% всего того, все правильно. И вот в этот момент ты главный вот эту ложь свою проталкиваешь. И человек, который вот этих нюансов не знает, а я жду, где же будет вот эта ложь? Вот где этот нарратив проплаченный, нужно вбить в голову? И все, и когда общее это все пошло, и этот нарратив, и тогда вот ты как наживку его и проглатываешь. Вот так это информационная война. Поэтому за годы своей многолетней, так сказать, работы со всем этим, я уже неплохо разбираюсь, и информационная война, и на постсоветском пространстве она идет. Информационная война, она не менее важная. Заметьте, как она против вас в самом начале, вообще с 2014 года против вас шла. Вспомните, как Грузия проиграла информационную войну в 2008 году. То есть это Грузия напала. Вспомните, как это было. Потому что у Грузии не было этих возможностей защищаться там. У Украины не было в 2014 году. И сегодня у вас, опять же, не на том уровне, но в тех масштабах. И заметьте, и Рамштайн, когда собирался, и когда собирались спецслужбы, они принимали специальные решения для того, чтобы как по борьбе с дезинформацией России, как это делать, то есть как это предотвращать, кибер вот эти шпионаж и много чего другого. Поэтому как в целом системно, так и каждая отдельно взятая страна. Потому что у них это поставлено на поток. Это в Советском Союзе так было. И поэтому не трудно было это реанимировать. И вложили в это огромные средства. Вот посмотрите последний случай с этим самолетом. Я поэтому пришел сперва, когда я говорю, это не тема для обсуждения, это не тема международной политики. Вообще, а как она вышла на ваш это самое, моментально за один день она дошла по всем этим самым. И здесь, в Америке в том числе. Это вот так работает. Но у них ресурсы и возможности на это очень сильные. За 20-30 лет они раскрутили, особенно за последние 20 лет. Поэтому, естественно, в информационной волне это происходит. Ну, мое понимание вот того, что вы сейчас спросили меня, да? Я знаю, что с первого дня этой войны тема переговоров, она была в повестке дня. С первого дня, она и сегодня есть, она и будет до конца этой войны. До конца этой войны. И в зависимости от того, вот чем сильнее эта тема будет в повестке дня, тем значит, что-то плохо у них на поле боя. Потому что барометром всех этих атак или вот нюансов по направлению, где это, это надо смотреть на поле боя. И если вот сегодня эта статика, которую я вам так подробно расшифровал, она сегодня, эта статика, она больше выгодна Украине, чем она выгодна той же России. Потому что Россия понимает, что эта статика в долгосрочной перспективе, вот долгую, она России невыгодна. Она может выдержать год-два. А что дальше? А что дальше? Ресурсов-то не хватает. А здесь эти ресурсы будут усиливаться. Регулярно будут. Потому что Украина два года назад и Украина сегодня. Это две разные Украины. Если тогда Украина выдержала без поддержки, отстояла столицу, Сумскую, Черниговскую область, то сегодня однозначно Украина придет время, она пойдет и вперед, потому что еще не все стало работать на поле боя. И они это понимают прекрасно. И поэтому, естественно, нужно усиливать вот эти нарративы для того, чтобы на Запад устал. Вспомните, в прошлом году, там газовые самые, зима будет холодная, они все замерзнут, никто не замерз. Сейчас эта тема, видите, не так спекулятивна, потому что Запад подготовился к этому, потому что на этой теме уже так сильно не поспекулируешь. Поэтому даже если у них есть какая-то спекулятивная тема на два дня, на три дня, вот типа какая-то ИЛ-76, вот сегодня же на этом тему никто не вспоминает. Но два-три дня это помуссировалось, поэтому информационные машины так и работают. Каждый день. Два дня эта тема, три дня другая тема, неделю еще что-нибудь. Вот такого типа Еленовка, вот они так, Абдеевка, вот эта деревня какая-то, они будут это регулярно делать и параллельно с этим, естественно, какие-то переговоры, какие-то отцовники, Лавров приезжал, потом вот вдруг будет, Лавров там втихаря с кем-то встречался там в Организации Объединенных Наций, что-то в этом роде. И будет это из неназванных источников, из высокопоставленных какие-то, бывшие чиновники, без имени, без фамилии, без адресата. И это все будет регулярно делать, и когда ты начинаешь это читать, а потом я слушаю CNN, слушаю я голос Америки, про демократические это самое. Я понимаю, что да, есть те, которые проталкивают это, а когда я буду услышать что-нибудь такое, что в какой-то газете или что-то, это близко к тому, что говорят на предвыборных кампаниях тот же Трамп или его сторонники, ты понимаешь, что это внутриполитические здесь разборки, это спекулятивность этих трех тем важные. Украина, российский трек, ближневосточный Израиль, Тайвань, ну вот эти три главные темы, которые вот сейчас, например, к ним добавилось то, что вчера дрон попал в американскую военную базу, и там погибло трое. И вот я думаю, сегодня, завтра, послезавтра, до тех пор, пока Байден не даст конкретный военный ответ, его имя будут полоскать, и будут сравнивать его там с бесхарактерной, бесхребетной, потому что это тема Израиля, это в первую очередь тема, то есть близко туда, а тема Израиля, тема Израиля для американского истеблишмента поважнее, чем тема Украины, ну с точки зрения влияния еврейского, израильского лобби на американский истеблишмент, на СМИ, на бизнес, на финансы, на все остальное, несмотря на то, что масштабы этой катастрофы, они не такие, как полномасштабная агрессия России против вас, поэтому это спекулятивные темы, я завершаю, вот эти спекулятивные эти темы, они будут регулярно быть предметом спекуляции, и вот ваш вопрос, который приводнесли там же в Лунберге, он просто точно так же в этой же камве находится. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Ну, давайте я теперь обращусь к вам с необычным, прямо скажу, предложением. Давайте представим, что вы Путин. Ваши действия... Вы хоть дали бы мне возможность допить хотя бы. Ваши действия, вот что бы вы делали сейчас на его месте, учитывая ситуацию на фронте, внешнеполитическую ситуацию, внутриполитическую ситуацию за пару месяцев до выборов. Ваши действия? Выборы к этому не имеют никакого отношения. Выборы это совершенно... Стоят они особняком и... Тем не менее, важно же не злить население перед выборами. Важно, чтобы не было отключения тепла, света по России, чтобы не было техногенных катастроф, чтобы жены и матери мобилизованные не выходили на улицу, чтобы Надеждин себя там прилично как-то вел в рамках договоренностей наверняка. То есть вызовы есть все равно. Надеждин, это формат Кремля и давайте... Это понятно. Ну, чтобы он не увлекся, не заигрался. Вы неужели, вы думаете, спецслужбы не проверили семь раз, чтобы потом дать его вперед? Мы его проверили. Здесь такого... Здесь случайностей не допускают. Я лично, если вы меня спросите, если вы говорите, вот поставить на место... Вы Путин. Я думаю, что он делает все правильно, по максимуму, с той точки зрения. Исходя из тех возможностей, которые у него сегодня есть. Он сегодня на грани фола. Он действует на грани фола. На грани фола у него других вариантов нет. Он с ситуацией, как в шахматах говорят, ситуация Цунгцванга. Поэтому не он диктует движение в этой партии, вот в этом миттельшпиле. Это, скорее всего, даже может быть не шахматная партия. Здесь подойдет больше карточная игра. Потому что здесь идет игра, вот блеф. И ставки повышаются, а карты не раскрываются. И какие карты у него, и какие карты у его противника на Западе. И одна из карт, так называемое, ядерное оружие, которая вот с первого дня была предметом спекуляции вроде Джокера. И все понимают, да, этот Джокер у него там это есть. Но какие-то у него другие еще карты. Потому что, значит, на одном Джокере ты партию не выиграешь. Потому что такой же Джокер есть там. И в таком же количестве. Поэтому прежде, чем этот Джокер использовать в игре, значит, нужно сначала повышать ставки. Показать уверенность. И вот ставки повышаются. Но в конечном итоге карту придется бросать и вскрываться. Понимаете? Будь то это преферанс, будь то там покер, или там будет blackjack. Какие-то виды ради бога. Поэтому это игра. И он в этой игре, я так думаю, ведет себя, как на грани фола. У него нет возможностей больших для маневра. Предположим переговоры, господин Инус, предположим переговоры. Что Путин может, на какой компромисс Путин может пойти? Давайте так. Я не вижу компромисса и я не вижу никаких перспектив переговоров. Я не могу представить переговоров между нынешним президентом России и нынешним президентом Украины. Категорически не могу представить. Потому что Рубиком пройден, точка невозврата пройдена. Понимаете? Здесь ничьи быть не может. Здесь одна из сторон должна проиграть. Путин летит в феврале к Эрдогану в Турцию. Эрдоган – мощный геополитический игрок, который, я думаю, хочет урегулировать ситуацию. Кстати, Эрдоган очень много сделал для Украины, но очень много сделал и для России. То есть он играет и нашим, и вашим. Что может быть на переговорах Путина с Эрдоганом, учитывая, что Кремль заявил, что огромное внимание будет уделено Украине? Я не думаю, что это как-то отразится на российско-украинской войне в том качестве, как это заявлено с точки зрения Кремля. Потому что влияние Турции на эту войну намного меньше, чем влияние Соединенных Штатов Америки. И в целом Рамштайна. Что касается поддержки, как вы сказали, то, что Турция поддерживает и поддерживала Украину с первых дней, с 2014 года, и в первую очередь в военно-техническом плане, Турция никогда этого не делала в отношении России. У Турции экономические отношения с Россией, да. Турция помогает России обходить санкции, мы же это понимаем. Россия помогает обходить санкции, Соединенные Штаты Америки и весь коллективный Запад. Почему вы делаете акцент только на одной Турции? Если вы сейчас возьмете к чашу весов, поставите сумму, сумму денег, которые идут со всего коллективного Запада по отдельным странам, и тогда вы увидите в передовых, кто находится. Я уже с вами согласен. Я даже не согласен. Я для чего? Ну вы же отслучили. Вы же озвучили этот тезис, да. Этот нарратив, вот этот нарратив, это нарратив, который специально вбрасывается. Я не буду защищать никогда ни Турцию, ни мой родной Азербайджан и ни Америку, если не будут на это конкретные факты. Вот то, что вы сейчас озвучили, это нарратив, это пропаганда. Кому-то нравится Турция, а кому-то не нравится. Кому-то нравится Америка, кому-то не нравится. Кому-то нравится Россия, кому-то не нравится. Это тоже не повод для того, чтобы выдавать желаемое за действительное. Должны базироваться на фактах. А факты говорят о том, что за эти два года войны Россия на 500 миллиардов получила свой бюджет денег с коллективного Запада. Даже на 600, наверное. Теперь я вам простой вопрос задаю, уважаемый Дмитрий Ильич. Какой товарооборот между Турцией и Турцией и Россией в год? Годовой. До войны и во время войны. Любой год вы возьмите. Какой? Не знаю. До войны было 15-20 миллионов. Сегодня миллиардов. Сегодня до 30 они хотят дотянуть. Я вам сумму сейчас назвал. 500 миллиардов. Вы говорите, Турция обходится. Вот сейчас Украина между врагами принимала в этих исследованиях. Недавно открыли около 3 миллиардов. Около 3 миллиардов специально работали организации, которые подтвердили. Около 3 миллиардов на территории Украины из этих орудий, ну орудия, бомбы, там все, что падало на вашу землю, специалисты провели. Около 3 миллиардов на эту сумму нашли сопутствующие безделушки. Все, которые там есть. И это все made in США, Европа и так далее и тому подобное. На 3 миллиарда. Поэтому мы же можем, а теперь мы можем сказать, что Соединенные Штаты помогают России обходить санкции. Нет? Да, да, можем, конечно. Нет, нет, нет. Вот если мы хотим, это не Соединенные Штаты. Это Компании. В коллективном Западе, в коллективном Западе, туда входит, и в том числе, это всегда так было во взаимоотношениях с той же Россией на протяжении 20 лет. И если посмотрите, по сегодняшний день тринадцатый пакет санкций еще не приняли, и только вот сейчас вспомните про алмазы, только вот двенадцатый пакет, да, ввели этот алмазы. А что вы этот алмазы в первый пакет не верили? Что вы ждали два года? А это же деньги, и в первую очередь это Бельгия, потому что больше всего Бельгия на этом зарабатывала. На эту тему мало кто говорил, потому что, ну как можно говорить про эту страну, эта страна наша, это сукинсы, но это наш сукинсы, так нельзя. Поэтому специалисты, когда озвучивают какие-то вопросы, они изучают эту тему, не вбрасывают. Поэтому я никогда это не вброшу, я точно знаю, что в коллективном Западе это делалось, и это делалось иногда целенаправленно, это определенные компании это делали. В целом страна на государственном уровне, ни одна страна коллективного Запада, ни США, ни Турция, ни Франция, ни там Великобритания, никто этого не делал. Но чисто какой-то частный бизнес той или иной страны, который в большей мере был завязан, и если он пока еще под эти санкции не попадал, были возможности это делать, они это делали. Заметьте, американцы стали завинчивать гайпки и в банковской сфере, и заметьте, и китайцы, и турки, и еще там в Европе некоторые страны, они уже, потому что, если нет этих санкций, если этих тематик пока до суда не дошло, они могут пока зарабатывать. Поэтому это всегда так было. Тот же Иран, живой пример, более 40 лет под санкциями и не пал. А когда это начинает ковыряться, больше всех им помогала Франция. По сегодняшний день. Это же продолжается. Когда мы хотим понять, мы должны понять системные проблемы. Системная проблема в том, что у России есть возможности обхода этих санкций. И опыт этому им прекрасно продемонстрировал тот же Иран. И Иран помогает им в этом вопросе точно так же. Теперь возвращаюсь к вашему вопросу касательно взаимоотношений Турции и России. Они стратегически были противники исторически всю жизнь. Всю жизнь. Всю историю. И по сегодняшний день это так. Между ними 12-13 воин было. 12-13 воин. И сегодня у них они заклятые друзья, так скажем. Заклятые друзья. И ежели у них сегодня у них что-то получается, каждый держит за пазухой кинжал. Туркий я таган, Россия там кинжал. Может пора Эрдогану этот кинжал вытащить? Нет. Эрдоган президент Турции. Шольц канцлер Германии. Макрон президент Франции. Они защищают интересы своей страны. Они защищают интересы страны. И если интересы своей страны два года назад для Шольца были такие, сегодня, видите, они другие. Он изменился как будто на 180 градусов. А что ты не делал этого два года назад? И когда ты начинаешь, а кто подписывал Минские соглашения? Кто заставил Украину пойти на этот позорный капитулянский Меркель и Оланд? Они представители Турции или это Германия и Франция? А Турция в это время первая страна, которую вам поставила из всех членов НАТО и раньше США, поставила вам военное оборудование. Я уже про Баэр Ахтара не говорю. И по сегодняшний день она это продолжает делать. Другое дело, Турция независимое государство, в регионе находится, региональная держава, у нее куча проблем между Европой и Азией. Черное море, Средиземное море. Есть страны, с которыми прекрасных отношений. Мусульманские, посмотрите, как тоже разношерстные. И это все находится там, где находится Турция. Я уже не говорю про Южный Кавказ. Это все кто будет решать? Я уже не говорю какие-то сложности, которые до этого не существовали, а тут возникли. То у Турции с Израилем, то у Турции с Соединенными Штатами Америки. Опять же, когда мы начинаем ковыряться, мы начинаем понимать, что это у администрации демократов больше проблем с турками, чем у администрации республиканцев. Хотя у них тоже были проблемы. А вот посмотрите, как разрулилась тема со Швецией. И когда начинают вот диванные эксперты и даже в вашей студии они приходили и рассказывали о том, что Турцию выгонят из НАТО. Я всегда смеялся, думаю, как могут Турцию выгонят из НАТО. Одна из лучших армии. Значит, НАТО перестанет существовать. Турцию не выгонят из НАТО и США не уйдет из НАТО. Потому что если США уйдет, то тоже НАТО перестанет существовать. Потому что все знают, есть первая армия НАТО, есть вторая армия НАТО. Про третью армию что-то я не слышал и про четвертую не слышал. Поэтому мы должны понимать, просто здесь прагматизм, спекулятивность этой темы, вот как спекулятивность темы украинской, израильской, тайваньской для внутриполитических распроиз здесь в США. Как видите, как республиканцы использовали, как они наезжают по полной программе. Они хотят по максимуму получить. Демократы по максимуму проиграть в этой ситуации. Да вот идет поэтому торг пока. Еще это не завершилось. На красные линии они еще не дошли. Турция точно так же. С-400, напоминаю историю, когда началась. Турция попросила патриоты. Курды были врагами и США, и турков, и потому что курдов, курдскую рабочую партию, основали на Лубянке. И Кремль их поддерживал. Но в 1991 году Советский Союз рухнул. Рухнул. Курды остались бесхозными. Их прибрали на Западе. Так, это же сразу же в пику той же Турции. И это создало им проблему. А это общенациональная проблема той же Турции. И естественно, а это граничит Ирак, Сирия. Вы же понимаете, где это находится? И естественно, они попросили патриоты. Для того, чтобы вообще вся граница должна быть закрыта. Все-таки это член НАТО. Базовый инжелик, ядерное оружие там находится. И что? Уже это курды там. Пошли спекуляции, не дали. Ардоган человек, конечно, с характером. Он, естественно, пошел в пикунс. Он не дает, я пошел, русских купил. Он их купил, опять же, они лежат на складе. Два миллиарда заплатил за эти С-400. Он их даже не использует, потому что там система другая. Более того, это, в принципе, хорошо для разведки, которые могут по частям ее разобрать и посмотреть, из чего состоит. Да, и С-400. Но факт остается, что это испортило отношения. Турция была в программе F-35. Ее выгнали оттуда. Два миллиарда потеряли там, даже два с половиной. И теперь, естественно, когда вот эта тема возникла, конфронтационная, и тут Швеция решила пойти... А у Швеции с Турцией тоже проблема касательно этих курсовской рабочей партии. Многие представители, они там окопались, не в Финляндии. Поэтому Финляндию она пропускает и говорит, Швеция, вы меняете законодательство, то-то-то, вот по этим вопросам, условия какие поставили. Они долго ерепенились, но они сделали это. Американцы увидели, что это сделали. Естественно, турки говорят, не хотите нам F-35 давать? Давайте нам F-16. Значит, у нас 79 есть, модернизировать их надо. И еще штук 40 новеньких F-16 на 23 миллиарда. И тема закрыта. И как вы видите, и я пропускаю Гвард Швецию. Пропустили? Америка. Позавчера Энтони Балинкин официально обратился. Теперь я вам простой вопрос задаю. Это успех турецкая дипломатия. Успех турецкая. Конечно. Если это Турция это делает, значит, Турция защищает свои интересы. Если она защищает эти интересы, здесь где-нибудь присутствует Украина-российская война? Никак. Это интересы той же Турции, которая не имеет к этому никакого отношения. Вот точно так же и во взаимоотношениях с той же Россией. С той же Россией. Выгодно, вспомню, я вам напоминаю, приезд президента Турции к вам в Украину. Президента ваш, визит вашего президента, в Турцию. И на глазах у всего мира пощечина России освобождения героев Азова. Договоренность такой не было с Москвой. Сделал это, что он согласовал это с Москвой. У него интересы его страны требуют именно этого. Я уже не говорю крымской платформы, я уже не говорю много чего-то. Недавно вы слышали вашего президента, что он говорил на тему его отношения с Эрдоганом и его отношения с той же Турцией. В отношениях той же Турции я в первую очередь слушаю вашего президента, ваших официальных лиц. Ваш президент не тот человек, который промолчит. Если что-то ему не нравится, он открыто это скажет. Поэтому я когда это вижу, я спокоен за взаимоотношения Турции и Украины, за взаимоотношения Азербайджана и Украины, взаимоотношения США и Украины в том числе. Но просто я недоволен уровнем отношений. Потому что у Азербайджана этих возможностей нет. У Турции этих возможностей тоже нет. У Европы не у всех в Европе это есть. Поэтому Европа пришла тихо-тихо движение, но в большой части эти возможности в первую очередь на Штатном Америке. Поэтому, при всем при том, что я говорю, что да, Америка не сдаст Украину, до конца идет и до конца пойдет, но другое дело, было бы лучше, если Байден был бы порешительнее. Но, к сожалению, это так. Поэтому, то, что касается приезда президента России туда, это процентов 80, процентов 80, это взаимоотношения России и Турции. Да, конечно, они будут затрагивать в той или иной мере тему Украины, но я не думаю, что дальше гуманитарной тематики, Турция может здесь что-то еще сделать. Турция в этой тематике присутствует только гуманитарно, между ними. Только гуманитарно, это вопрос пленных, зерновой контракт, если он снова возник, или еще какая-то другая тема. В военно-техническом плане Турция этого делать не будет, потому что она хочет быть третейским судьей для этих двух стран. Они ее сами выбрали. Но другое дело, Россия терпит то, что она с первого дня Турции поставляет военно-техническое оборудование Украине. И она по сегодняшнему это делает. Пускай кто-нибудь скажет, что что-то такое Турция поставила той же России. Нет, потому что эти все внимательно следят. Плюс даже если бы не следили бы, у Турции нет этого интереса, потому что, а зачем она должна это делать, тогда логики нету. Тогда крымской платформы нету. В Крыму кто живет? Крымские татары, да? Отправлять оружие туда, чтобы это оружие падало на крымских татар, а 5 миллионов, это по минимуму, а по другим данным около 10 миллионов крымских татар живет сегодня в Турции. Да. Им понравится, а не электорат того же Эрдогана. Поэтому прежде чем что-то вот так вбрасывать, я имею в виду не вас лично, я имею в виду, когда нарратив кто-то вбрасывает такой, да, антитурецкий там, или анти какой-то американский, или антиазербайджанский, или анти какой-то. Это, знаете, сразу брать, и вот мне не нравится, и так захватил взять. Мне вот, например, Франция не нравится. Мне не нравится Макрон, потому что во всех бедах не только он виноват. До него и Саркази, и Оланд, они все виноваты. Я вижу их политику, да я вижу их политику в отношении Азербайджана. Но опять же, если я что-то должен буду критическое говорить в отношении той же Франции, я должен это аргументировать. Это аргументировать. Вот в отношении Франции и Ирана я это могу спокойно аргументировать. Разве секрет, что в 79-м году Айатулла, Рухулла, Мусави Хумейни, на самолете Air France в сопровождении работников французской... Из Парижа приеду. Из Парижа в Тегеран. И по сегодняшний день французский бизнес там командует парадом. Что? И как это стыкуется, с тем, что Франция сегодня находится в Рамштайне, и эти шахиды вместе с другими ракетами поставляются в Россию, а это падает к вам на голову. И поэтому Франция... Большие деньги. Потом Франция приходит и говорит, кто-то в Украине, например, меня спрашивают, а гарантии безопасности от какой страны вы взяли? Я Францию никогда не назову. Я и Германию не назову никогда. Никогда. Все те, кто имели отношение к Крыму и к Минским соглашениям, категорически близко пускать нельзя. Великобритания имела к этому отношение? Нет. Польша имела к этому отношение? Страны Балтии имели? Румыния имела? Болгария имела? Турцию имела? Нет. Вот поэтому Джонсон и предложил в самом начале два года назад вот это, так сказать, один из вариантов. Франция и Германия там не были, и поэтому Франция и Германия, они, если сегодня им выгодно, а два года назад им не было выгодно, а в 2014 году им вообще были другие моменты. Ангеля Меркель выходит и говорит, мне ни за что не стыдно. Поэтому это, знаете, пропаганду от экспертизы. Что произошло у Азербайджана с Европой? Почему не сложились отношения? Там же сейчас конфликт между президентом Алиевым, по сути, да, и Европарламентом. Значит, вот мы сказали, что произошло у Алиева с Европой? У Азербайджана с Европой? У Азербайджана с Европой все нормально. Это у Европы с Азербайджаном? И опять же, у Европы с Азербайджаном все равно. У определенных стран, у определенных стран проблемы. Я теперь постараюсь это вам расшифровать, коль вы сами задали мне этот вопрос. Вот смотрите, Парламентская Ассамблея Совета Европы на дня принимает решение, но Азербайджан, зная о том, что это ожидается, превентивно сделал свой шаг на опережение, азербайджанская делегация покинула это заседание. А что они предприняли? Они решили, Франция, инициатор всего этого, Франция и Германия. Ну, локомотивом была, конечно, Франция. Напоминаю, Азербайджан в этой организации уже более 20 лет. Более 20 лет. Там 23 года, кажется. Вот. И теперь за все эти годы существования этой организации и азербайджанского присутствуют в этой организации, напоминаю, что после Первой Карабахской войны, когда Азербайджан оказался проигравшей стороной, и Россия, именно Россия, подчеркиваю, нас наказала. Я тогда работал в правительстве Азербайджана в 92-м году. Тогда было правительство Эль-Чебяя. То есть тогда не было в нынешнем руководстве, и нельзя было называть азербайджанское правительство авторитарным. То есть мы были демократическим правительством, так же, как в Армении был Левонтер Петросян, так же, как был звят Гамсахурзе в Грузии. Весь мир говорил, что это демократические правительства. И вот демократическое правительство Азербайджана занималось освобождением, вот тем, чем занимается Украина, например, с 2014 года. С 2014 года. Крым – это ваш Карабах, Донбасс – это семь оккупированных районов вокруг этого. Вот просто чтобы украинским зрителям было понятно. Вы это делали с 2014 года, и мы это делали почти 30 лет это делали. Что произошло на Западе? Во-первых, в Конгрессе США в 92-м году против Азербайджана принимают 907-ю поправку Конституции США. Конгресс США принимает. Где указано, что Азербайджан – агрессор по отношению к народу Карабаха? Представляете, да? Это территория. А до этого в Совете Безопасности те же США проголосовали за четыре резолюции, где черным по белым написано, что армянские вооруженные французы должны покинуть суверенную территорию Азербайджана. И за это проголосовали все, и Франция в том числе. С одной стороны, вы голосуете, где на бумаге вроде бы, нарочно, да, прописываете, что суверенитет территориально целостность, а с другой стороны, на эту бумажку вы наплевали. 30 лет назад. И когда ты начинаешь разбираться, ну хорошо, я 30 лет назад хорошо так не разбирался в американской политике. Сегодня я уже более 20 лет здесь живу, и когда я начинаю понимать, кто входил в армянский кокус, лидера армянского кокуса, я вижу на первом месте Джо Байден, он работал там, да, в сенатах, Нэнси Пелоси, Роберт Менендес, Адам Шиев и все ключевые председатели комитетов по вооружению, по разведке, по иностранным делам, Нижней палаты, Верхней палаты, они все входили в армянский кокус тогда. Азербайджану там ловить было нечего. Хочешь там, что хочешь делать, какие-то резолюции предполагать, нам ловить там было нечего. Поэтому против нас, против демократического правительства, нечего было сказать, что это авторитарное правительство, там политзаключенные, там то-то, то-то, ничего такого так же не было. Шла война, просто нас наказали за то, что мы защищали свою территорию. Но здесь же тот же демократ Ельцин нас наказал за то, что мы в течение двух недель, единственная страна из бывших советских республик, никто этого не делал, и в Украине в том числе, мы выгнали российские войска. Павел Грачев, Пашка Мерседес, тогда и заявил, вот, президенту Азербайджана, кровью будете харкать в Карабахе. Так и произошло. И он же как раз в мае 94-го года в Бишкеке сидел вот так, как царь, Ельцин сам не приехал туда, и заставил азербайджанскую делегацию подписать вот эти наши позорные минские соглашения. Тогда это называлось Бишкекский протокол. Вот тогда это произошло. Простой вопрос. Теперь вот я вам, Дмитрий Ильич, задаю. Парламентская ассамблея Совета Европы что-нибудь предпринимала на эту тему? Что-нибудь она вменила Армении? Армения оккупировала Карабах. Ну, руками России не играет никакой роли. Оккупирован Карабах. Оккупированы семь районов. И из территории, вот, из этих семи районов Карабаха. И еще добавим 300 тысяч из самой Армении. Вот это Зангизурский территорий, который называется Сюник. Это Сюник сегодня называется. До этого называлось сто лет назад Зангизур. Это между Нахичеванью и Азербайджаном. И вот там около 300 тысяч азербайджанцев жил. Там сейчас сотни деревень пустые стоят. Это на территории Армении. В одночасье они все были с актами ванголизма, геноцида. Вот так они были выгнаны. Ни одной резолюции, ни организации Азербайджанных наций, ни парламентской ассамблеи Совета Европы, ни Евросоюза. Тогда Евросоюз только-только начинал формироваться. Но, опять же, никаких заявлений с той стороны не было. Я простой вопрос задаю. Я не понял. Это что? Права человека, свободу слова, средства массовой информации или суверенитет, территориальная целостность. Это распространяется на христиан, а на мусульман не распространяется, на белых распространяется, на челых не распространяется. По какому принципу вы руководствуете? Если вы сами же говорите, что это суверенитет, территориальная целостность Азербайджана. Вы нас наказали. И теперь, когда мы уже пришли в этот Совет Европы, а почему мы пришли туда? Потому что это трибуна. Трибуну мы должны где-то использовать. Эта структура, она ничего не решает. Вот как, например, Организация Объединенных Наций резолюцию принимают. Совет Безопасности должен пройти. Совет Безопасности, там право вето. Если там пять стран кто-то выступит против, это обычная бумага. Вот три раз вас поддержали, 140 стран проголосовало, но предметная плоскость ее не реализовываешь. Так же и здесь это происходит. Поэтому здесь, помимо Парламентской Ассамблеи Совета Европы, здесь же есть еще Евросоюз, исполнительная структура. И вот теперь вы представьте себе, на протяжении 20 лет нахождение Азербайджана в этой организации, они ни разу, ни разу на Азербайджан не наезжали. По причине того, что Азербайджан не пригласил на выборы кого-то. В Азербайджане были выборы, они то и приезжали, то не приезжали, но никогда градус противостояния не был поднят для того, чтобы Азербайджан исключить, приостановить. Понимаете? Почему? Да по той простой причине. США, Франция и Россия делали деньги. Прекрасные деньги делали. И после Приднестровья, после Абхазии, после Схамвальского региона, после 2008 года августа против Грузии, после 2014 года против вас, после Бишкека. Все это загнали проблему вовнутрь и делали прекрасные деньги. Сегодня вы видите, Дмитрий Ильич, на какую сумму, какие там суммы крутые. Еще 13 пакет санкций, а еще эти деньги вращаются. И, естественно, они хорошо работали. Зачем им заниматься этой трепетением? Но ситуация стала меняться. И когда ситуация стала меняться, когда они поссорились, тихо-тихо стали ссориться, а это все накаливалось после 2007 года знаменитой речи Путина в Мюнхене, после того, как агрессия против Грузии, в 2014 году. А тут, в 2020 году, Азербайджан, зная о том, что ему ничего не светит, готовился. И если до этого была другая Турция и другое руководство, которое по стойке смирно вот так стояло перед тем же Западом, но опять же этот Запад не принял эту Турцию в Евросоюз в 2007-2008 году. Турция уже готова была к Евросоюзу. Не пустили ни немцы, ни французы. В НАТО можете? Воевать вам надо, погибать можно. А здесь деньги надо делать, здесь не подходит. Здесь деньги, это христианский клуб. Естественно, но тут уже Эрдоган. Он уже показал зубы, он показал характер. Он пошел совершенно другим путем. И в результате этого, что произошло, Азербайджан за 10-15 лет прошел Генштаб Турции, высший офицерский состав, средний офицерский состав, армия модернизирована. Через год, вот после Шуршинской декларации в прошлом году, через год уже, в 2025 году, это будет единая армия. Турецкая и азербайджанская армия, она будет единой армией. Вы можете себе представить? И вот они пошли этим путем. А в 2020 году политическая конъюнктура уже созрела такая, что время пришло, можно идти вперед. И в результате, каким образом Россия уже не стала вклиниваться? Потому что Россия уже поссорилась с ними. Она стала ссориться после 2008 года, после 2014 года. Она стала с ними ссориться. И в этой ситуации она сидит, думает, из двух зол надо выбирать меньшее. Там Китай, тут Турция, через Южный Кавказ. Эти хотя бы меня свергать не хотят идеологически. А Европа меня собирается свергать. Поэтому зачем я буду дразнить Гузей? Ни Китай дразнить не буду, ни Азербайджан, ни Турцию дразнить не буду. А ему говорят, дорогой мой, у нас тут проблема. Эту проблему ты нам... Ну не ты, до тебя. До тебя Ельцин-то отсоздал, да? Карабах. Это наша территория. А что я могу делать? Ты не вмешивайся. И я не буду вмешиваться. Но на всякий случай я отправлю туда F-16. И Эрдоган отправил туда F-16. Они стояли на территории Азербайджана. И Москва видела, и Вашингтон видел, и Франция видела. Все видели. Да, через спутники они там стоят. Они не поднимались. Но все видели, что 44 дня этой войны они там на земле стояли. Потому что только Россия, ты вмешаешься. Иран, ты вмешаешься. Кто-то вмешается. Моментально турецкая армада, как с воздуха, как с земли, она вмешается. Много чего говорили там на стороне Азербайджана. Те воевали, те воевали. Ну, а где они сейчас? Почему сегодня все вы говорите, что Армения слабая? Потому что сегодня уже можно говорить, да? А тогда вы 44 дня лапшу вешали. Вот как вокруг Украины, да, сегодня говорят. На стороне Украины там наемники, там те, третьи, четвертые, да? Ну, все понимают, что украинский народ сегодня просто уперся рогом, да? Вот без оружия. В самом начале был, и сегодня он с оружием в руках. Все понимают, потому что у украинского народа мотивация. И у нас мотивация. А в Армении премьер-министр Армении и его жена, она сказала, 12 тысяч дезертиров было за эти 44 дня войны. А у Азербайджана военкоматы вот так были, ломились от количества желающих пойти туда. И даже такие вот, как я, живущие за границей, получившие политическое убежище. Я был в контакте с этой властью. Вы же знаете прекрасно. Получила инакомыслие. Только за это. И что? 27 сентября 2020 года я так же, как все 10 миллионов, в одном окопе и по сегодняшний день, и живя здесь в США, я уже снял эти розовые очки. Я вижу это лицемерие. Потому что с 27 сентября, вот я сейчас завершаю ответ на этот вопрос. Почему вот все происходит? Если до 27 сентября 2020 года они красивые слова говорили, freedom is not free, свободу слова, то да все, и пользовались такими, как мы, потому что мы были в контрах с этой властью. И вот, видите, он же представитель оппозиции, он же вот то же самое, он говорит ему, значит, мы правду говорим. А когда произошла война, я к ним прихожу и говорю. А это послы. Послы в Азербайджане, послы из Европы в Азербайджане, это корреспонденты BBC, Вашингтон-Пост, Голос Америки. Я им прихожу и говорю, а защищайте Азербайджан сегодня. Мы же восстанавливаем суверитет. Нет, ну что вы говорите? И тут, ты видишь, как Конгресс наезжает снова на Азербайджан, нижняя палата, верхняя, вот эти все, прости господи. Голос Америки начинает. Я и на Голос Америки наехал по полной программе. Открытым текстом сказал, что вы проплаченные, вы на наши деньги бюджетные живете, и вы сегодня защищаете Армению. На каком основании вы защищаете Армению? А где же свобода слова? Где свобода слова? А где демократия? Получается, это так вот, и когда я это увидел, поэтому я вот так сильно, знаете, наезжаю на это слово демократии с автократиями. Я это уже не говорю о том, что я это видел в 2008 году касательно Саакашвили, который сегодня сидит в тюрьме, и о его судьбе никто не парится. Я это видел в отношении вас в 2014 году. Слава богу, у вас у многих тоже розовые очки снились. Вы увидели, как они вели, как они сегодня продолжают многие вести, да? Они не от любви к вам этого так зашевелились, и в Европу в том числе. Они хотят все сделать вашими руками, на вашей территории и так далее, и тому подобное. Просто они не ожидали, что вы так упретесь. Родину так будете защищать. Мне здесь говорят, представьте себе в Госдепе. Приходят на мне и говорят, а что ты сегодня защищаешь правительство Азербайджана? Они же тебя выгнали из страны. Как мне этим идиотом объяснить, что это Родина, это родители, это мама и папа. Вот их портрет у меня над головой стоит, понимаете? Это значит, я должен их продать, да? Вот. Я их, естественно, постылаю вслед за русским кораблем. До них это не доходит. Они думают, что Родина только эта. Вот раз я живу здесь в Америке. Я вот, когда принимал гражданство США, я на Конституции же тоже говорил, клятву там даешь, да? Ну, если на Америку нападут, я точно так же должен защищать. Она не моя Родина. Но я гражданин этой страны, если я говорю об этом. Или вы что считаете? Суверенитет территориальной целости только распространяется на вас или на тех, которых вы поощряете? Типа сукин сын, но это наш сукин сын. Ответьте мне, пожалуйста, чем отличается суверенитет территориальной целости с Украины сегодня от территориальной целости суверенитета Азербайджана? Вы сегодня Азербайджан сделал, мы сделали, слава Аллаху, да то, что сегодня Зеленский хочет сделать. Весь украинский народ хочет сделать. Вы их защищаете, а нас наказываете. Нас на парламентской ассамблее. И вот сегодня эта тематика почему поднялась? Потому что ее подняла Франция. В конце прошлого года, вы помните, были две попытки в Совете Безопасности ООН. Они не прошли. Америка не вмешалась. Нейтралитет. Она председательства, нейтралитет. Инициативу взялась Франция. Не проходит, потому что там еще сидят. Великобритания, она это не пропустит. Никогда. Бритиш Петролин. Маргарет Тэтчер одна из первых приехала в Азербайджан. Я тогда работал в правительстве Азербайджана. Я счастливый человек. 86-й год, по-моему, или 7-й. Нет, нет, нет. Она приехала в Баку в 92-м году. В 92-м году она приехала в Баку. И я счастливый человек. Мне посчастливилось с ней лично беседовать, встретиться. То есть я видел это железное лето. Я ребенком смотрел ее по телевизору. Понимаете? И она приехала с чеком на 40 миллионов фунтов стерлингов вместе с президентом БП. Они исторически были заинтересованы в этой территории. И они исторически будут защищаться. Кстати, вот на этом голосовании парламентской ассамблеи Совета Европы из 18 депутатов Великобритании 17 вообще не присутствовали. 17. А теперь я веду дальше. 20 стран Евросоюза вообще не присутствовали на этом голосовании. А если вы поинтересуете, сколько там депутатов, порядка 635, кажется, если память мне не изменяет. Или 630, но больше 600. В зале присутствовал около 100. Можете себе представить? Около 20 отказались вообще туда идти. Это представители, во-первых, высших советских республик, Украина в том числе. Пользуясь моментом, я второй раз хочу поблагодарить украинскую делегацию и лично Алексея Гончаренко. Он лично выступил и в конце даже сказал, я шансы на Азербайджан, на азербайджанском языке. В Азербайджане достойно это оценили. То есть, естественно, вы должны понимать, что если Азербайджан вас защищает, я вправе ждать от вас именно этого? Конечно. Я даже на ваш канал не хотел выходить, пока я не услышал, как вы, Дмитрий Ильич, выступили и открытым текстом проявили свою позицию по поводу территориальной целостности, суверенитета Азербайджана в вопросе Карабаха. Это так и должно быть. Если я вас защищаю, я имею право надеяться на то, что и украинский народ, и украинский журналист, и украинский... Вы защищаете справедливость, и мы отвечаем тем же. Так в том-то и дело, если сегодня на Западе, когда мы говорим, вы что защищаете? Принципы? Так давайте защищать принципы. Не может же так быть, что принцип распространяется на одних, а не распространяется на других. Они Армению не наказали за все это время. И вот теперь парламентское ассамбление, они проголосовали. И что дальше? Это обычная бумага. Еще есть Совет Министров, Совета Европы. Я не думаю, что они пойдут на какой-то Димаш в отношении Азербайджана, потому что 20 стран почти, что Советы Евросоюза, они отказались вообще принимать участие в этом позоре. А у них, у каждой из этой страны с Азербайджаном, очень такие стратегические отношения. Я напоминаю, Усула фон дер Лен в прошлом году приезжала в Баку и подпишала меморандум о стратегическом партнерстве в область энергобезопасности. И что они сегодня... Посмотрите, одна Венгрия, как крутит-вертит, нонсенсуса нету, да? А тут 20 стран и что-то примут против Азербайджана. Просто это холостой выстрел, который Франция, которая завязана на армянском лобби. Здесь в Америке те, которые выборы идут, здесь нужно сделать так, чтобы... Опять же, один из тех, кто здесь в Америке это сделал. Роберт Менендес. Против него два уголовных дела. Дома у него нашли полмиллиона наличных, слитки золотые. Сейчас против... Молодец! И вот этот человек, этот человек учит меня и таких, как я, как надо родину любить. Говорит о демократии, о правах человека. Поэтому я снял эти розовые очки. Я не верю в то, что они иногда говорят. На деле темные. Если вы защищаете принципы, если вы защищаете принципы, так будьте любезны, идите, защищайте на самом деле сегодня Украину. Потому что Украина сегодня на передовой стоит. Я вам задам напоследок очень короткий вопрос. Как вы считаете, война между Украиной и Россией в этом году может закончиться? Думаю, что нет. Думаю, что нет. К сожалению, президентские выборы. Если бы здесь не было в Америке президентских выборов, можно было бы говорить. Без США эта война не закончится. Европа еще не готова к этому. Без лидирующей роли США. Потому что в Европе нету лидера. Единственное, кто может это сделать, это Великобритания. Поэтому не случайно Великобритания приехала туда. Я на Францию и на Германию не рассчитываю в точке зрения того, что они могут что-то сделать. С них можно взять все то, что можно взять и надо брать по полной программе спортиво-овцы и шерстикло, как говорится. Потому что они это делают из страха. А Великобритания делает это не из страха. Она далеко находится. В Великобритании это делает именно потому, что это делал в свое время и Черчилль точно так же. Они находятся за Ла-Маншем. Это англосаксы. И никто на Великобританию нападать не будет. И ни ядерное оружие туда бросать не будет. Просто здесь совершенно другие интересы. Поэтому очень сильно работайте с Великобританией над предложением тот, который говорил Джонсон. И внимательно с теми странами, которые к вам близки географически. Подчеркиваю, именно географически. Со стран Балтии начинайте и завершайте Турцию. Вот именно весь этот. Потому что все эти заинтересованы в том, что Украина выстояла. Господин Юнус, я благодарю вас за блестящий, на мой взгляд, анализ. Спасибо вам и до скорой встречи. Дякую. До побачения. Слава Украине. Героям слава.